В минувшие выходные сотрудники Роспотребнадзора совместно с Департаментом здравоохранения, ОМВД и сотрудниками Росгвардии провели рейдовые мероприятия на наличие масок у посетителей в общественных местах. Об итогах рейда в следующем материале. На территории региона с 20 сентября введен масочный режим. В то же время ограничительные мероприятия по прибытию в округ были отменены. Поэтому ношение маски в общественных местах, по словам сотрудников Роспотребнадзора, считается обязательным. А именно перед посещением медицинских организаций, аптек, магазинов, общественного транспорта необходимо надевать маску. Мы бы еще очень хотели, чтобы наши граждане понимали, что они не только должны пользоваться масками, но они должны их уметь носить правильно. То есть правильное ношение маски – это обязательно и закрытие рта, и носа. То есть маска, которая опущена, такого не должно быть. И мы считаем, что работники медицинских учреждений обязательно должны подавать в этом пример и всегда носить маску абсолютно правильно. Вы согласны с нами? Конечно. Сеть аптек Ненецкой фармации пошли навстречу местным жителям и разместили при входе в аптеку одноразовые барьерные салфетки и антисептик. Однако не все граждане желают воспользоваться такими средствами. Да, выслушиваем свой адрес немало. Не все хотят носить маски и ругаются с нами, но при этом мы не можем обслуживать их без масок, поэтому в любом случае они либо уходят, либо покупают маску, либо у нас есть барьерные салфетки, они их одевают бесплатные. Также в аптеке при покупке товаров на сумму 500 рублей медицинскую маску дают в подарок. При проведении рейдового мероприятия мы увидели, что в основном наши граждане готовы к этому. Они понимают, наверное, необходимость просто. И я думаю, что действительно, когда они будут знать, что ситуация неблагополучно складывается в округе и что ношение этой маски обязательно, я думаю, что большинство наших граждан, действительно, понимая всю важность этого мероприятия, будет соблюдать это требование. За соблюдением ношения масок в общественных местах будут следить сотрудники ОМВД и Росгвардии. Мы бы хотели, чтобы наши граждане знали, что те, кто считает, что это не нужно делать, что за это предусмотрена административная ответственность. Буквально уже с понедельника уполномоченные органы, это ОМВД России по Ниньскому автономному округу и Росгвардия будут привлекать граждан к административной ответственности по статье 26.1. Какие же штрафы предусмотрены? То есть по этой статье предусмотрено предупреждение и штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Также Роспотребнадзор советует жителям старше 65 лет посещать общественные места в первой половине дня, когда наименьшее скопление людей.